Друзья мои, всем пламенный привет на моей фиолетовой кухне. Хочу вам показать, что Таня купила себе девчонки. После перерыва большого, как я не ездила по магазинам. Не ездила почти месяц, потому что была на больничном, да и сейчас еще пока на больничном. Сейчас девчонке покажу. Долго я хотела вот такие ножички найти еще. Нашла их девчонки случайно. У нас такой есть магазин, усадьба. Очень хорошие ножики, я уже показывала. Для чего? Для намазывания бутербродов. Один взяла маме, один взяла дочери. У нас такой есть. Обещала маме, вот показываю маму, я тебе его отдам. Может быть где-то они, конечно, навалом, но у нас в селе их не найдешь. Поэтому я ухватила сразу два. Дальше, девчонки, взяла себе лопатку. Ну, наконец-то, Таня лопатку взяла, покажу, потому что у меня моя та... Ой, сейчас, сейчас, секундочку. Пошуршу вам. Обломанная давно, она, конечно, не выброшена, она хорошая. Съемная вот эта штука. Но я почему-то, девчонки, разочаровалась в съемных. Сынок, подожди, мама снимает. Поэтому теперь я съемные не беру. Не нравится мне. Взяла вот такую литую за 79 рублей. Ну, возможно, дороже, чем фикси, но мне понравилась такая. С железной ручкой. И вдобавок к ней вот такую подсвету одинаковую, девочки. За 130 рублей. Лопатка, не лопатка. Но я буду этим силиконовым ножичком, так называемым, разрезать тесто. Нет у меня такого специального с Алиэкспресс для теста. А это вот штука хорошая. Вообще, мы вот сделали, девчонки, варенье, любые салаты. Как не выгребай простой ложкой. Хоть деревянной, хоть какой. А лучше, чем лопаточкой силиконовой. Чтоб все-все-все до капельки из тазика, из костюльки извлечь. Только силиконовая вещь помогает. Вот это мы убираем. Таня себе для кухни ухватила. Но это не себе. Получается только вот это себе. Так что я довольна. Мне вылазило сколько. Хоть что-то я себе взяла, девочки. Новенькая, уже на душе веселей как-то. А вообще, мои хорошие, Таня моталась в эту усадьбу за скотчем. Девчонки, как вы знаете, я все пакую в пакеты и залепляю скотчем. И у меня, как на грех, последние ягоды виноград я запаковывала. Закончился до основания этого бумажного скотч. Хоть плачь. Есть у меня вот такой, девчонки. Называется это липкая лента из фикса. Но скажу вам по секрету, она хорошая, но не для морозилки. Морозилки от воды, наверное, от влаги. Большая потом влажность, когда открываешь, не держится. Она нифига, девчонки. Поэтому Таня ездила за скотчем. Там самый дешевый у нас скотч. И такой, скажем, прямо, ну, хороший, плотненький. Ведь скотч тоже разный. Есть такой, что начинаешь открывать, и он слоится вот так на линии. И все, хоть выброси. А этот более плотный. Ну, вот, благодаря скотчу сделала себе еще веселенькие такие покупочки. Сейчас перемою все, ножики сразу обложу. Даже не буду этикетки снимать. А это мое. Мне на мою кухню. Вот так, мои хорошие. Муж мне подарок, девочки, сделал. Что там мелочится, говорит. Взял сразу упаковку уксуса. Девчонки, конечно, вещь нужна не только для консервации. Я часто промываю раковину свою с содой и уксусом. Но, девчата, куда ж его теперь деть? Вот Таня думает, думает, куда поставить так, чтобы недалеко и удобно, и не мешался. А вообще, девочки, не для рекламы, а просто так вам показываю. Егорельский уксус самый-самый хороший. Для консервации особенно. Другой я не признаю. Никакую красную цену не доведи Господь. Только такой уксус я беру. Вернее, теперь не я, а муж набрал. Слава Богу, два года срок годности. И этого, двадцатого года, выпуск. Поэтому постоит. Запасы Родины у нас всегда. Точно как в фильме «Ворошиловский стрелок». Я всегда с запасом живу, говорил Ульянов. То соль, то спички, патроны иногда. Вот теперь уксус, девчонки. Такие вот заботы утренние у меня. Друзья мои, всем снова привет пламенный и нежный. Сначала была часть у нас, что купила, теперь что поесть, скажем, культурно. Девчонки, Таня все-таки делает компот, груши и яблок добавила, девчонки. И одну баночку только яблочки. Так мне захотелось. Четыре банки вымыла, пастерилизовала. Думаю, что ж она будет пустовать. Вот пока они у меня горячие, я приготовила лимончик, девчонки. Тот, который паковала в пленочку вчера. Сейчас я его туда добавлю. Очищаю обязательно, девочки. Косточки повытаскивала. По два кусочка будет отлично. И стакан сахара всего лишь. Пока банки мои остывают, приготовила сразу же на горячие. Без горячего мы никак. Морковку, лучок, петрушку и, конечно, картошечку. Мелко-мелко изрезаю. Вот, девчонки, фикс-прайс нам в помощь. Побежал сегодня сынок. Чай свой не допил. Из любимой чашечки мама прикрыла его еще горячим, чтобы никто туда не попал. Никакая жирность. Потому что, когда прибегает, хочется ему остывшего. Девчата, кружусь. Творческий беспорядок. Но куда деваться. Надо все-все-все ухватить понемножечку. Но компот будет прекрасный. С лимоном так особенный, я так думаю. Ну, девчонки, хочу вам про компот свой сказать. Вот раньше я всегда делала сразу много. Как заведешь, господи, по 15-18 банок. Сейчас Таня просто отдыхает. 3-4 баночки, это максимум. А то и по 2. Просто хорошо. Маленькие костюльки вот такая у меня. По одной сейчас быстренько прокипячу, залью и все. Никакой усталости, ни ноги, ни руки не чувствует. А то было, господи, благослови. Непередаваемая картина. Наверное, все-таки с возрастом начинаешь себя любимую жалеть, поджаливать чуть-чуть. Вот так и я, наверное, девочки. Кто еще так, напишите. Девчонки, ничего особенного. Решила свалить обычный рисовый супчик. Хочу вам сказать, я никогда не делаю зажарку, не знаю. Мои не любят, а я не настаиваю. Сама с детства, как вспомню, никогда не любила зажарку лука, морковочки и так далее. Вот эта штучка с фиксом, девчонки, тоже мне очень нравится. Они пропали так резко. Почему? Потому что картошка здесь у меня вымачивается, а потом вот так прям берешь без лишних вопросов и добавляем в кастрюльку. Красота неземная. Бульон Таня сварила, девчонки, заранее. У меня индейка, сейчас вам покажу. Ой, вот такая вот спинка. Когда я говорю попка, все смеются. Это, естественно, я убираю кошки, потому что жирная очень. А дальше красота неземная, девчонки. Очень много мяса будет в нашем супчике. Добавлю зеленушечку и все. Девочки, что хочу отдельно сказать про суп. Про горячее. Вот сейчас Таня сварит эту кастрюлю. Это себе. А потом у меня побольше, сейчас покажу. Буду варить еще вечером. Вот такие у меня две одинаковые с набора. Буду еще вечером эту большую варить. Отдельно сейчас бульон поставлю. Мультиварки, девчонки, для чего? Для дедушки нашего любимого. Потому что он к нам не едет, а кушать ему надо обязательно. Поэтому вот такую большую кастрюлю варю. Горячего. Потом, девчонки, анекдот просто. А кому-то может совет. Вот сюда натягиваю резинку. Для денег одну и вторую. За ручки. Сверху обматываю пленкой. Пищевой обычной. И так ставлю в таз. И так муж везет дедушке. Ну, а куда деваться? Ой, пожилой человек. Спорить с ним бесполезно. Но жалко, конечно. Один он себе уже ничего не сварит. Поэтому горячее он не только для нас, но и для дедушки необходимо просто. Еще, ребята, штучка на моей кухне. Тоже из фикса. И тоже сейчас каких-то не вижу. О, удобно рис в речку вообще. Замачивала я рис на полчасика. Он такой прям белоснежный, хороший. Сейчас добавлю все это. И будет хороший, плотный, горячий обед. Девчонки, кто-то скажет, зачем ты, Таня, дважды бульон варишь? Можно сразу один, а потом водичку развести. Девочки, ну не хочу. Не хочу я портить вкус индейки, натурального продукта, водой разводить. Потому что все-таки не очень жирное мясо. Будет хороший наваристый суп. А если разведешь, уже не то. Поэтому для дедушки я сейчас отдельно забацаю еще раз бульончик. Вот так, мои дорогие. Муж часто мне вопрос задает. Интересно, мамуля, кто нам так будет возить, кто нам так будет готовить, за нами ухаживать? Этот вопрос остается без ответа. Потому что к своим старикам мы относимся достойно, наше поколение. И брат мой достойно к отцу относился. К маме сейчас, естественно. Но отец болел, конечно. Мама-то сама себя обслуживает. А вот как к нам будут дети относиться, это большой вопрос. Не дай бог нам дожить до того момента, чтобы с нами ухаживали. Ой, девочки, говорила, у меня одна знакомая женщина. Надо уходить так, чтобы по тебе плакали. Тогда это, конечно, замечательный вариант. А когда ты надоедаешь уже потом своей старостью, своими болячками, это не доведи Господь. Вот так я вам мысль свою высказала. Я с ней полностью согласна. Надо уходить так, чтобы по тебе плакали. Довариваю суп, девчонки. Вот у меня мысли такие про стариков. Я вчера в больнице наблюдала картину. Девочки, я не знаю, я такого не видела давно. Хотя общаюсь с родителями, с детьми. Одна мамаша так пришла в больницу с ребенком. Я считаю, это не мать, это ежемать. Как сейчас модно такое выражение. Девчонки, ну вот действительно, я не помню из своего детства, чтобы наши мамы так себя вели. Чтобы наши бабушки так себя вели. Даже мы, когда у нас были маленькие дети, так себя не вели. Якобы у нее много детей, она тут везде первая. То, что люди на костылях, то, что бабульки бедные в сопровождении кого-то, чуть же выезд около кабинета стоят. Людей очень много. Да имели всех в виду. У нее своя цель, у нее наглость, напор. Вы понимаете, ничего не скажешь, потому что ты потом останешься обкаканным. Любыми другими словами тебя, а может даже и матерными обзовут. Поэтому сейчас, конечно, есть. Есть молодежь достойная, вот в этом плане. Но в основном наглость, второе счастье. Я вчера прям посмотрела, думаю, нет. Все-таки мать, это мать, святое слово в России. Но ежемать, это вообще особое поколение. Наверное, скорее всего, эти матери, сами дети 90-х, может быть, без тормозов абсолютно, без уважения, без ничего. Я не знаю, врачи те в шоке. И на место их поставить никто не может. Одна со мной вместе была в кабинете. Рвет меч, и прямо тут срывается на мат на врача. И я была вообще поражена. Не знаю, то ли старею девочки. Вроде бы думала, ничем уже Таню не удивить. Но вчера была удивлена. Поэтому многим из нас, нашему поколению имею в виду, страшна старость не тем, что будут болячки, а тем, что дети, скорее всего, относиться к нам будут недолжным образом. Те дети, которых мы сейчас вроде воспитываем, стараемся, но не знаю, как надо воспитывать их, чтобы получились достойные люди, которые потом своих родителей доходят до гробовой доски. Нашим родителям еще повезло. Мама, я тебе привет передаю. И делаю такой вывод. Вашим повезло родителям с вами, но вам еще с нами тоже. А что будет дальше? Поживем, ребята, увидим. Что-то я сегодня на грустной ноте заканчиваю свой ролик. Ну ладно, всем пока-пока. Такая у меня веселая здесь картиночка, девчонки. Это подарок от подруги из Ростова. Привет, моя дорогая, если ты меня смотришь. Мой любимый город Ростов, казачий край. Не будем грустить. Всем счастливо. Всем пока-пока. До новых добрых встреч, ребята, девчата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова